Здравствуйте! Вы смотрите проект «В гости». Сегодня с нами музыканты, которые точно знают, как повысить градус хорошего настроения, где бы они ни выступали. Сегодня повезло Владивостоку, и у нас в гостях группа «Градусы» и ее участники Руслан Тагиев и Роман Пашков. Здравствуйте! «Градусы» — российская поп-группа из Ставрополя. Коллектив возник в 2008 году и отыграл свой первый концерт под названием «Градус 100». В дальнейшем название команды сменилось на «Градусы», а чуть позже пришло и первое признание, в том числе официальное. Ребята стали победителями премии «Муз-ТВ» и «Золотой граммофон». Сегодня на счету группы два студийных альбома, несколько клипов и тысячи концертов на самых разных площадках страны. С приездом во Владивосток! Спасибо! Разведка донесла, что вы здесь не первый день, а уже второй, что случается редко с гастролирующими артистами. Расскажите, если не секрет, чем занимались? Мы пораньше приехали, решили акклиматизироваться немного, закупиться морскими товарами. Съездили вечером в сам Владивосток, покушали морепродуктов, выпили венца, посмотрели на виды. Культурно отдохнули. И спали основную часть времени. Ну, ваше сегодняшнее выступление – это такой своеобразный подарок девушкам, наверное, Владивостока, да, праздник. Завтра у нас международный женский день. Вы вообще как к календарным праздникам относитесь? Ведь для артистов это в большинстве своем рабочие дни. Любимые кормильцы. Мы туда привыкли, поэтому выходные и праздники – наши рабочие дни, а мы отдыхаем понедельник, вторник, среда, по большому счету. Когда нет очередей, в кино мало людей, в ресторанах нет толпы, поэтому у нас очень выгодное положение в этом плане. А на праздники просто цена наша поднимается в пять раз, поэтому они кормильцы, я поэтому их так и называю. Хорошо, но праздники не с точки зрения вас как артистов, а с точки зрения вас как просто двух молодых мужчин. Вот вы любите там придумывать подарки, готовиться, что-то такое. Вы с удовольствием делаете или это для вас мучительный процесс? Вообще с удовольствием, но это процесс очень мучительный. Мучительное удовольствие. Как-то стараемся, ну я, по крайней мере, стараюсь, но все-таки я такой невыдумщик в этом плане. Я тоже заврядный человек, я компенсирую все деньгами, большими суммами, драгоценностями, ну в основном, как всегда. Автомобили, драгоценности, да, как-то... Да-да, скромно, но... Классика жанра, я бы это так не знала. Она вот как раз выдумщица, она мне делала на моей памяти, да и на романа памяти, два или три раза такие невероятные, сумасбродные вещи. Вы, не хочу говорить слово вернулись, но возобновили свою активную концертную гастрольную деятельность около года, наверное, назад, да? Этому предшествовала такая довольно продолжительная пауза. Какая-то трансформация музыкального материала или вас, как артистов, случилась за этот период? Мне кажется, мы... Вообще мы гастроли не прекращали, немножко отошли от своего материала, каждый занялся своим, какими-то экспериментами. И мне кажется, мы после этого перерыва, сейчас немножко по-другому смотрим на музыку. Ну, по крайней мере, живые выступления мы иначе работаем, чем до этого периода. Круче. Вот так что это было на пользу, я думаю. Отлично. Есть что добавить, Руслан? Ну, я просто хотел сказать, что это назывался творческий отпуск. Как бы его там не называли все, но суть сводится к тому, что, по сути дела, это был творческий отпуск, поскольку мы концертную деятельность не прекращали. А вот, кстати, я так думаю, что до этой паузы у вас был очень-очень интенсивный график, да, который, наверное, не может не изматывать. Вот в этом смысле вы пересмотрели вот этот темп рабочий? У нас был такой интенсивный график, потом был какой-то ступор. Немного замотались, потом что-то застопорились. Потом мы... У нас закончился контракт, мы перешли к другому продюсеру, начались сотрудничать, и сейчас у нас все шикарно. Музыканты, наверное, не могут себе позволить, если они хотят оставаться востребованными, да, они могут себе позволить не быть, не создавать актуальную музыку. Но как вот соблюсти баланс между тем, чтобы музыка была актуальной и при этом оставалась самобытной? Ну, то есть вашей узнаваемой. Вы тут как-то ощущаете вот эти качели? Мне кажется, об этом думать, наверное, сильно не надо. Когда ты начнешь и рыбку съесть, и везде посидеть, это вряд ли получится. Нужно все-таки стремиться делать что-то новое, интересное для себя, а уж так, как мы поем, это и будем мы. Вдохновляться новыми музыкантами, интересными людьми какими-то творческими. Оставаться самобытными, но песни пишем мы, тексты пишем мы. Вот в этом, наверное, и будет наша самобытность. С точки зрения появлений бесконечных вот этих вот технических всяких, ну, примочек, гаджетов, в том числе и для музыкантов, вы находитесь в погоне, ну, в отслеживании вот этих всех новинок? Любопытно ли вам применять их? Пару раз находились, и у нас кое-что будет внедрено в нашу концертную программу, в будущую. И, не, мы, конечно же, на острее атаки стараемся быть. Наш гитарист гаджетами все время записается. Мы сами какие-то, я там, какие-то драм-машины, что-то. Ну, что-то входит в программу, а что-то нет. Люди как-то начинают использовать гаджеты, а потом появляется человек талантливый, поет песню под гитару, и она рвет всех, невзирая на гаджеты. Тут нет каких-то рамок. Кстати, а вы можете так из последнего вспомнить, кто вас как слушателя покорил из музыкантов, недавно услышанных? Ну, вот нам добавляет колоритом нашу беседу Адель. Мне Адель нравится. А последний ее альбом вам понравился? Да, и в частности вот эти топовые сингвы. Не показался несколько монотонным? Ну, честно говоря, я три песни могу там выделить. Но это вы, поверьте мне, зная эту структуру изнутри, все схемы трех песен на альбом, это более чем. Роман, что-то вспомнилось? Мне нравится Джек Гарретт из последних. Кто еще? Кто еще понравился? Эль Шеверн в 16-м году. Зак Рейбл. Вот у меня не так давно на интервью были музыканты классического направления, они сказали такую интересную фразу, что вот у музыкальных детей, у них нет детства, это минус. Но плюс в том, что потом детство продолжается всю жизнь. Вы бы подписались под такими словами? Что-то такое ощущение какой-то легкости бытия вам присуще? Благодаря работе. Ну, честно, в моей жизни музыка была все время, музыкальная школа, музыкальное училище. И я могу сказать, что от всех этих знаний я отстрелился. Ну, в смысле, они мне не помогают вообще. Что-то там, у меня слух и так был. По сути дела, я в нотной грамоте так же не разбираюсь. Сольфеджио так же у меня минусует. Поэтому, может быть, и надо было от меня отстать в детстве, чтобы я сейчас музыку любил еще больше, чем как есть. Поэтому я и не прессую своих детей. Нравится слушай, не нравится. Хочешь иди, хочешь не иди. Ради бога. Я могу сказать, что я кайфую от работы. А быть музыкантом – это одно. А быть востребованным музыкантом – абсолютно иное. Вот, хорошо быть востребованным музыкантом. У меня был сосед, его с детства учили, он играл на пианино. Все гуляли, он играл на пианино. Да, но, наверное, в каждом дворе есть такой мальчик, на которого или девочка. Потом он вырос и никогда за него не брался. И все, кого заставляли играть на пианино, среди моих знакомых, никто не стал музыкантом. Я занимался спортом все детство. Музыкой меня никто не заставлял заниматься. Я сам пошел в ансамбль играть на гитаре. Легкость бытия должна присутствовать. Она только помогает. Прежде чем заняться музыкой профессионально, многие музыканты сначала совмещают музыку с еще какими-то более земными профессиями. В вашей жизни был такой этап? И трудно ли было вам решиться в какой-то момент переключиться только на музыку, если такой этап был? У меня, допустим, переключаться особо не было выбора, заниматься ли темой или музыкой. Музыка была всегда. Я до музыки занимался танцами, работал на стройке, но выбор между стройкой и музыкой, знаете, очень простой. А вот сейчас от противного, когда в музыке вы состоялись, когда есть понимание этой профессии, нет желания расширить в чем-то горизонт и попробовать что-то еще? У вас в этом смысле есть какое-то любопытство? Любопытство есть? К другим сферам деятельности. Любопытство есть, несомненно. А вот к чему конкретно я не могу? Я думаю, думаю, но не могу придумать, честно. Вообще я пробовал, бизнесмен из меня так себе. Надо что-то не напряжное, а бизнес это дело напряжное. Вот еще очень важен, наверное, совет, друг, окружение. Мне недавно попался такой товарищ, который вот сулил меня надежду, что, чувак, ничего нету невозможного, все можно начать. И почему бы не попробовать? И сейчас я как-то вот на таком перепуте, я не знаю, может даже что-нибудь попробую. Но для этого нужны инвестиции. И в одиночку это сделать сейчас достаточно сложно. Если соберется такая правильная команда, почему нет? Немного о соцсетях. Я прочла у вас на сайте, что ваши фанаты сделали вам необычный подарок в виде аккаунта в Инстаграме. Ну, то есть вы сами об этом пишете, как о подарке, потому что там в какой-то момент предыдущая страница стала недоступна. Да, и они перенесли все свои силы, ресурсы, подписки туда. И это было, конечно, для нас очень важно и нужно в тот момент. За что им огромное спасибо и благодарность. А активность в соцсетях – это то, к чему обязывает профессия или то, чем вы с удовольствием занимаетесь? Вообще обязывает, но со временем начинаешь как-то находить в этом какие-то прикольные вещи. Изначально обязываю. Обязательство было. Ну, для меня, по крайней мере. Ну, для меня это до сих пор не удовольствие, а обязательство. Я не знаю, наверное, это не перейдет в степень удовольствия. Поэтому как-то надо выходить, я понимаю, да, но не мое, я знаю точно. Я бы по своей сути, я бы весь личняк, вообще все, что связано со мной, я бы не выкладывал. Я сейчас ищу какие-то, может быть, формы, чтобы уйти от личных фотографий и куда-то перейти в что-то другое. Заинтересовать людей-то можно ведь разными вещами. А вот, кстати, с точки зрения общения, там, таланты и поклонники, ну, понятно, да, что дают соцсети тем и другим. А с точки зрения, вот, общения между профессионалами в индустрии, вы для этого используете соцсети, чтобы находить действительно каких-то интересных коллег для сотрудничества? Постоянно это происходит. Конечно. Вообще ищешь каких-то новых интересных людей в сфере, там, фото, видео, музыки, да, и, в принципе, находишь именно так. Я за последние, наверное, года полтора именно или два именно так нашел много людей интересных. Прямо на аранжировщика сейчас нашел, и мы с ним собираемся сотрудничать. Что касается альбома, грядет ли он? Потому что, я так понимаю, что EP, который вышел у вас летом, да, это была... Подготовка. Подготовка, да, такая первая ступенька к тому, чтобы... Ну, он вышел у нас перед таким переходным моментом. Не знаю, сейчас как-то мы к альбомам... Наверное, мы выпустим, но именно цели... Вот, мы сейчас запишем альбом, как-то пока не стоит. С синглами все обходится, и неплохо. Наверное, мы выпускаем несколько песен, потом соберем альбом и выпустим. Наверное, так мы сделаем. Вот мы, кстати, с группой Плазмы недавно об этом разговаривали, и Максим как раз сказал, что сейчас эпоха хит-синглов. И, собственно, и поклонники уже вроде бы как и не ждут полноценных альбомов. Так, это никто и не слушает от начала до конца. Ну, основная часть, только именно любители. Сама формула поменялась. Все очень быстро происходит. Альбом пишется долго, песни выпускаются одна за одной. Сейчас такой темп, так что... Не знаю. Ну, вот рэперы умудряются альбом выпускать раз в полгода. По два сразу. Или по двойному. У нас как-то так не выходит. А вообще, с точки зрения приятности студийной работы, вы ей занимаетесь тогда, когда душа этого просит? Или есть некая дисциплина, что ли, в этом смысле? Когда вы идете в студию? Как созрели заготовки наши. А студийная работа – это иное. Мы пишем песни каждый по-своему, потом мы их на репетициях разбираем, а потом только идем в студию записывать. Так что студия – это чуть, в нашем понимании, чуть, ну, в моем чуть иное. Это уже именно запись готовой песни в студии. А весь процесс происходит дома, у меня там на гитаре где-то, в гостинице здесь, где угодно. А с точки зрения выпуска не только альбомов, но и видео, да, новых видео на песне? Есть вот ряд людей, которые считают, что вот эта эпоха видеоклипов, она немножко позади осталась, и нет необходимости, по большому счету, делать видео для своих хитов. Она уже, не знаю, каждый год остается позади, но она просто каждый год приобретает новые, другие формы, иные. И клипы как были, так и продолжаются. Честно говоря, клипы – тяжеловатая вещь такая, вот они, это муторная вещь съемки клипа. С точки зрения чего? Всего. В короткий промежуток времени очень большие физические, эмоциональные затраты? Ну да, как-то все это так. Иногда бывает интересно, но в основном это начало интересное, а потом начинается такая. Последняя работа была прям такая затягивающая, хорошая, неизнуряющая, с клипом «Хочется» и Леонидом Колосовским. Мы съездили в Киев, очень такие прям незаметные два дня. А вы часто выступаете как со-авторы идеи будущего видео? Есть песни, на которые приходят идеи, и мы их потом интегрируем или разбираем вместе с режиссером. Есть идеи, которые предлагают режиссеры, мы из них выбираем то, что нравится, может быть, привносим. Все по-разному, нет такого конкретно. Вообще периодически мысли возникают по съемкам, чего бы нам хотелось. Наверное, задам я заключительный вопрос свой, чтобы отпустить вас готовиться к выступлению. Ланы на будущее? Нет. Слава богу. Продолжите, пожалуйста, фразу «Я люблю то, чем занимаюсь, потому что…» Потому что не вижу смысла в другом. Не сказать, чтобы очень уж оптимистично прозвучало, но спасибо за откровенность. Ну, это такая правильная в моем понимании безысходность. Роман, я люблю то, чем занимаюсь, потому что… А, потому что это круто. Быть музыкантом – это зашибись. Приезжаешь в город, халявная еда, халявное жилье. Ты выступаешь, кайфуешь от этого, и еще получаешь за это бабло. Ну, круче просто быть ничего не может. Прекрасно. Главное, доступно. В общем, понятно, широкой аудитории. Спасибо большое, что ты был в гости и удачного выступления. Спасибо за субтитры Leaf. Спасибо за субтитры Алексею Дубкову. Спасибо за субтитры Алексею Дубкову. Продолжение следует...